Сальвете Амике, вы на канале Учитающей Катарины, и сегодня я бы хотела обсудить с вами два романа Гая Гевриллакея. Мне бы хотелось это сделать не только через рассказ о впечатлениях о прочитанном, но через обсуждение его творческого метода и каких-то основных мотивов, которые я выделила благодаря чтению его романов. И мне кажется, что это может быть очень продуктивный и интересный разговор. С одной стороны, с теми, кто уже читал Гая Гевриллакея, мы сможем предметно обсудить вещи, которые нам нравятся или не нравятся в его романах. А для тех, кто еще не читал романы Гая Гевриллакея, это видео поможет определиться, стоит оно того или нет. Кстати, было бы здорово, если бы вы в комментариях написали, читали ли вы что-то у Гая Гевриллакея или нет. Если читали, то понравилось вам или нет. Что именно, понравилось или не понравилось, мне будет интересно прочитать. Сегодня я бы хотела поговорить про два романа. Это «Львы Аль Рассана» и «Все моря мира». В 1995 году вышел роман «Львы Аль Рассана» Гая Гевриллакея. Для него это не было дебютной книгой, потому что в 1980-е годы у него уже выходила его первая дебютная трилогия «Габелены Фьонавара». В этой трилогии речь идет о группе студентов, которые оказываются во Фьонаваре, в таком прото-мире, прото-мифе, из которого произошли все другие миры и, в частности, мифологии. На этот цикл серьезное влияние оказал Сильмриллион. И произошло это не совсем обычным образом, потому что Кей не только читал Сильмриллион, но он помогал Кристоферу Толкину готовить к публикации Сильмриллион. То есть он разбирался с архивами профессора, помогал Кристоферу все это систематизировать, то есть он прикоснулся к этому непосредственно. Я сама в детстве, прочитав «Властелина колец», была вдохновлена писать всякие фэнтезийные истории, поэтому прекрасно понимаю Кея, который, поработав с архивом профессора, тоже решил написать фэнтезийную историю. Таким образом, Габелена Фиона Варра — это часть литературной традиции, которая была задана в фэнтезийной литературе Толкиным и Льюисом, но Кей все-таки не был новатором, не обладал каким-то уникальным голосом в этом направлении. Гораздо интереснее является то, что он взрастил уже самостоятельно. В 1990 году выходит «Тигана», первый роман, в котором Гай Геврил Кей создает собственный фэнтезийный мир полностью с нуля. С этого момента начинает формироваться его фирменный узнаваемый стиль, хотя в «Тигане» Кей еще не вдохновляется какими-либо конкретными историческими политическими событиями. Это все удел чуть более поздних романов. «Тигана» — это название некой провинции, память о которой была стерта могущественным колдуном в отместку за гибель сына. Весь роман посвящен тому, как группа людей, выходцев из этой самой провинции, борются за возвращение памяти о Тигане, и в конце концов они борются за возвращение собственной идентичности. Как и для большинства романов Ке, для «Тиганы» характерно острое ощущение времени, памяти, вечности, забвения и так далее, и это придает истории щемящий печальный флер. Через два года после «Тиганы» выходит следующий роман «Песнь для Арбонны». И вот здесь Кей уже вдохновляется конкретно исторической средневековой Францией и альбегойскими войнами. С той лишь разницей, что он переосмысливает альбегойские войны, превращая их из конфессионального конфликта в конфликт гендерный. Неожиданно. Но надо будет интересовать романы, которые стали появляться после этого. Потому что Кей начал создавать собственный мир, мир Джада, в котором будет разворачиваться место действия в большинстве романов, которые он напишет после. Прообразом мира Джада становится средневековое Средиземноморье. И в 1995 году выходит первый роман, место действия которого развивается именно там, это «Львы Аль Рассана». И в 2022 году выходит на данный момент последний роман, вообще Кея написанный, и последнее действие, в котором как раз развивается в том же мире. Теперь пришло время присмотреться к этим двум текстам поближе. Мир Джада — это мир, сконструированный Кеем по образу нашего мира в эпоху Средневековья. Ботиара — это Апенинский полуостров, то есть наша Италия, где находится Родиас, Рим. Фериэрес — это Франция, Испиранья — это примерно Испания, то есть Пиренейский полуостров. Тракезия плюс-минус совпадает с нашими Балканами. Если мы взглянем на карту, то мы сразу же поймем, что в мире Джада расстояние более компактное, и все расположено ближе друг к другу, чем в реальном мире. Мы, читатели, привыкшие к лингвистическому методу Толкина, могли бы ожидать от других фэнтезийных авторов определенной последовательности и логичности в придумывании топонимов и географических названий. К сожалению, Кей здесь немножко разочаровывает. Некоторые топонимы максимально близки к своим прототипам. Например, Эспанья — Эсперанья, Испания. Все предельно понятно. Московия — Москав. Тоже не нужно было напрягаться, чтобы придумать это название. Марсель — Марсена. Флоренция — Ферента. Итальянское, опять же, название легло в основу. В некоторых случаях топонимы имеют определенную этническую окраску, которая характерна для нашего языкового восприятия. Например, мы понимаем, что топонимы Дубрава или Обравич должны находиться где-то в славянских землях. С другой стороны, мы понимаем, что Ремиджо и Ферента — это что-то итальянское, а Картада или Арведа — это что-то испанское. Но у нас есть множество других топонимов. Например, можем ли мы сказать, где находится Тароус или Сарника или Серия? Таким образом, в некоторых случаях Кей делает название близкий и понятный из лингвистического устройства нашего мира или просто воспроизводит название, существующее в нашем мире. В других случаях он придумывает что-то совершенно свое, и я не вижу никакой логики, по которой это все придумывается. Мне хотелось бы, чтобы логика была. Почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что всегда у Кея разворачивается большое политическое полотно. У нас происходит множество событий, и зачастую он повествует о разных местах и о героях, которые в самых разных местах мира находятся. Когда читатель впервые погружается в этот мир, ему приходится сталкиваться с большим количеством новых для него географических названий. Да, что-то будет очевидно, большинство названий совершенно не очевидны. И читателю потребуется приложить некоторое количество усилий для того, чтобы совсем разобраться и запомнить, просто запомнить, какие места в истории имеют ключевое значение. С одной стороны, у нас в новых изданиях есть прекрасные полноцветные красивые карты на форзицах. В старых изданиях, которые делала АСТ, были просто такие черно-белые контурные карты, не очень подробные, но все равно дающие представление о географии. Но даже с помощью карт это все равно превращается в небольшой вызов, который нужно преодолеть читателю, чтобы получить удовольствие от истории. Мне кажется, что если бы читатель понимал, какая логика стоит за созданием названий в мирах Кея, ему было бы гораздо проще во всем этом сориентироваться. Поэтому тут я немножко Кея корю за неочевидность той логики, которой он пользовался. Фэнтези Кея не случайно называют историческим фэнтези, потому что он берет за основу не только реальную географию, но и реальную историю со всеми ее сложными процессами. Исторические процессы, то есть развитие экономики, развитие культуры, развитие разных народов в социальном, этническом, конфессиональном смысле, это все является движущими силами в романах Кея. Это все создает большой фон, на котором разворачиваются частные локальные истории отдельных персонажей. Так для Львов Аль-Рассана большим историческим контекстом стала реконкиста, борьба христианских испанских правителей за освобождение полуострова от мавров, то бишь арабов, которые переселились на южную часть полуострова из Северной Африки. Исторически этот регион, который в 8 веке был заселен маврами, назывался Аль-Андалуз. Укея, как мы видим, он называется Аль-Рассан. Во всех морях мира речь идет о второй половине 15 века, после того, как пал Сарантий, то есть Константинополь. С одной стороны, борьба Восточной Римской империи против мусульман на востоке, против арабов и турок, уже с 11 века побуждала западных христианских правителей отправляться в крестовые походы. Здесь эта тема имеет свое продолжение. Другой вопрос, что Гурчу-завоеватель создал довольно сильное государство в романе, против него особо в крестовые походы не походишь. Кроме того, 15 век это время, когда мир находился на пороге раннего нового времени. Соответственно, здесь интенсифицируются процессы, которые делают возможным вообще переход к новому времени. Здесь мы видим невероятное развитие средиземноморской торговли. И несмотря на то, что Кей не сосредотачивает на этом внимание, это очень важные процессы, которые имеют большое значение для нашей истории в целом. Как для Средневековья тема религии и борьбы против неверных была одной из ключевых, которая определяла мировоззрение людей, как обычных, так и сильных мира сего, то бишь правителей, так и Кей перенимает это в собственную историю. Почему мир называется миром Джада? Дело в том, что Джад это бог, солнечный бог, которого почитают так называемые джадиты, то есть это аллюзия на христиан из нашего мира. Им противостоят ашариты, звезднорожденные, которые почитают того же бога, но больше внимания уделяют не солнцу, а звездам. И они являются аллюзией на мусульман. Кроме того, в этом мире две луны, голубая и белая, и они считаются сестрами бога. По крайней мере, так считают кендаты. Это еще один народ, который исповедует тоже одну из больших религий, но они почитают именно двух лун сестер бога. Джадиты и ашариты — это названия людей определенного вероисповедания. И среди них есть люди разной этнической принадлежности. Например, у нас среди джадитов есть эсперанцы, есть жители Ферриероса, есть бытиарцы. Три разные народа. Но для Кея этническая принадлежность не является настолько важной. Конечно же, у каждого героя есть малая родина, которую он особенно любит, но конфессиональная принадлежность для идентичности его персонажей оказывается более важной, чем этническая принадлежность. Итак, да, Кей разворачивает большое политическое полотно. Но на фоне этого полотна разворачиваются жизни и судьбы обычных людей. У Кея есть особенная симпатия к людям творческих профессий, а именно к лекарям и к художникам. И в случае с фарантийской мозаикой это частный случай художника, а именно мозаичник. Лекарь, особенно талантливый, одаренный лекарь, а у Кея обычные персонажи именно таковы, имеют такую особенность, что их могут допустить к сильным мира сего. Что они могут быть при дворе или при каком-то важном, значимом человеке, который влияет на политическую ситуацию в регионе. И это лекарю позволяет быть свидетелем масштабных событий или свидетелем того, как принимаются решения о том, чтобы начать те или иные масштабные события. Отчасти это верно и для художников, потому что художников приглашают к себе домой для создания портретов самые разные знатные люди. И опять же художник становится свидетелем иногда того, чего нужно, иногда того, чего не нужно, но в любом случае их тоже затягивают какие-то масштабные события, которые начинают происходить. Позиция наблюдателя, персонажа, который стоит немножко в стороне от основной линии самого кровавого и жестокого конфликта, мне кажется, для Кеи достаточно характерной. Особую наблюдательную позицию занимают кендаты, потому что у кендатов нет собственного государства. И здесь стоит вспомнить, что кендаты — это этакие евреи в мире Кея. Поэтому все противостояние, которое происходит, оно происходит между джадитами и ашаритами, у которых есть собственное государство, есть собственная земля, за которую они готовы бороться. Кендаты оказываются такими скитальцами, которых то изгоняют из одного места, то изгоняют из другого места. Это позволяет им быть немного дистанцированными от основной линии конфликта между джадитами и ашаритами. Но эта дистанция не спасает их от преследования, к большому сожалению, потому что отдельные представители джадитского или ашаритского мира могут испытывать очень сильную ненависть к кендатам и изгонять их из тех мест, где они живут. Во львах Аль-Рассана главная героиня кендатка произносит пословицу «Куда бы ни дул ветер, дождь в любом случае прольется на кендатов». Таково их положение в этом мире. Раз я заговорила про львов Аль-Рассана и про главную героиню, давайте про них чуть подробнее. У нас главная героиня Джиана, Джиана Бет Исхак, дочь очень именитого и великого лекаря Исхака, который был ослеплен после того, как принял роды у супруги одного из ашаритских правителей. В соответствии с постулатами веры, ни один мужчина чужой не может видеть обнаженное тело жены правоверного ашарита. Соответственно, он принимал роды и он нарушил табу. С какой-то точки зрения шаритский правитель проявил милосердие, сохранив ему жизнь и всего лишь лишив зрения. Джиана является ученицей своего отца, но образование она получала не только домашнее, она училась в университете в Беттиаре, то есть это профессионал своего дела, который, уже вернувшись домой, начинает вести собственный прием. Благодаря собственному отцу, благодаря собственному профессионализму, Джиана оказывается свидетельницей крупных политических событий. При этом в центре этих событий оказывается не она сама, а два других героя. И вот у нас распался халифат, в Аль-Рассане существуют отдельные города-государства, и при дворе одного такого ашаритского правителя у нас встречаются два изгнанника. Один из них Джадид, изгнанный собственным королем за нарушение закона. Второй Ашарит, который по сговору с сыном своего сюзерена убивает этого самого сюзерена, а его сын, зайдя на престол, изгоняет нашего героя, потому что, очевидно, ему нельзя доверять из того, что он убийца халифов. Родриго Бельмонте и Амар Ибн Хайран являются великими людьми той эпохи, о которой пишет Гай Геврил Кей в данной книге. Они оба харизматичные лидеры и умелые воины. И Кей описывает их так, что читатель сразу понимает, все вокруг искрит, и это либо ненависть до гроба, либо это преданнейшая дружба тоже до самого конца. Джиана, в свою очередь, будучи женщиной, будучи кендаткой, будучи лекарем, который стоит вдали от битв, таким образом, это только увеличивает ее медианное, срединное положение, она становится посредником между мужчинами. И, скажу по секрету, немножко маленький-маленький спойлер, на ней будет сосредоточено внимание обоих мужчин. И химия между героями, как мне кажется, автору удалась очень хорошо. Дружба между Родригой и Амаром определяет трагизм всей истории. В мире взаимной, конфессиональной ненависти и вражды встречаются три очень непохожих человека. Джадид, Ашарид и кендатка. И их отношения определяются глубочайшей взаимной любовью и привязанностью. Величайшая трагедия мира, которую описывает Кей, заключается в том, что люди, прикрываясь любовью к Богу, выбирают не любовь, а войну, ненависть, борьбу за власть, насилие. И любовь в этом конфликте погибает одной из первых. Мне хочется вернуться еще к Родриго и Амару, потому что мне безумно нравятся эти персонажи, и мне очень нравится, как Кейп работал с мотивом двойничества. С одной стороны, мотив двойничества у нас проявляется в конкретном виде, например, в том, что у Родриго два сына-близнеца, или еще у кое-кого в конце, как мы узнаем из эпилога, тоже рождаются близнецы. Но гораздо важнее это двойничество Родриго и Амара. Они очень похожи, но одновременно читатель видит, насколько они разные, противоположны друг другу. Родриго — это верный муж и верный вассал своего короля. Амар — убийца халифов. Мы узнаем об этом из эпилога. То есть человек, который как раз нарушает вассальные клятвы. Родриго — предводитель отряда, то есть лидер, за которым идут люди, за которых он отвечает. Амар, напротив, не имеет прямых подчиненных. Он одинок, и даже его единственный воспитанник в какой-то момент предает его, нарушая верность. Родриго — человек чести, твердо стоящий на ногах, обстоятельный и надежный, как скала. Амар, напротив, текучий, как вода, тонко чувствующий, облекающий собственные эмоции в стихи. Родриго — воин, привыкший к боям и походной жизни, в то время как Амар, будучи все-таки искусственным мечником, он все-таки больше придворный, который ценит красоту и изящество. В романе есть интересный момент, когда автор помогает читателю увидеть, что на самом деле ашариты гораздо более приобщенные к культуре люди, чем эсперанцы, которые гораздо более дикие и неотесанные. И цивилизованность оказывается перевернута с ног на голову. Джадиты считают не цивилизованными ашаритов, хотя на самом деле именно ашариты ближе к такому культурному, цивилизованному миру. Здесь я боюсь сделать спойлер, но мне очень хочется просто на это обратить внимание, что Родриго и Амар очень разные. И по своей природе один не требует спасения, а второму требуется спасение. И мне очень понравилось, как Кей всю эту историю построил и какова динамика отношений между героями. Шедеврально совершенно. Образ Родриго получился очень живым и насыщенным, и мне кажется, что это определяется тем, что у него есть вполне реальный прототип. Когда-то давно в Испании существовал Родриго Диас де Вивар, Кастилец, который был героем испанской реконкисты. И его образ стал основой образа Сида в героическом эпосе испанцев в песне о моем Сиде. Сид — это вассал Кастильского короля, который колесил по Пиренейскому полуострову, убивал успешно мавров, богател и вообще жил свою лучшую рыцарскую жизнь. У Сида было прозвище Компеадор, у Родриго прозвище Капитан. У обоих было двое детей, только у Сида дочери, а у Родриго два сына. И самое странное, что этих сыновей зовут почти так же, как звали первых неудачных мерзких мужей дочерей Сида. Вот такая параллель. Сид, разоряя города мавров, баснословно богатеет. В Альвах Аль-Рассана мы читаем о том, как Родриго наказывает группу джадитов, которые неправомерно напали на шарицкую деревню, и они забирают у этих джадитов коней и доспехи. И автор потом не раз фокусирует внимание читателя, что это гораздо более дорогие вещи, чем вообще могли себе позволить члены этого отряда. То есть, что-то про баснословное богатство тоже здесь присутствует. Одним из доверенных Родриго в этом отряде является Альвар де Пеллина. Вспомним Альвара Копейщика из отряда Сида. В конце концов, Родриго Бельмонте известен как Бич Аль Рассана. И мне кажется, что это очень хорошо подходит и Сиду. Мы могли бы назвать его Бич Аль Андалуса. Обращают внимание, что все эти параллели с Сидом преобладают в начале романа. Как только Родриго оседает при дворе Эмира Бадира, это все немножко уходит на второй план, и нам становится гораздо интереснее следить за взаимоотношениями Родриго и Аммара. В конце концов, Кейни создает нового Сида на страницах своего романа. Сид же не отвоевал обратно весь Пиренойский полуостров от момента, когда Сид жил и до момента окончания Реконкисты пройдет еще не одно столетие. В то время, как в Эльвах Аль Рассана хронология всех этих событий стягивается. Все это происходит гораздо-гораздо раньше. То, что образ Родриго Бельмонте основан на образе Сида, но при этом далеко не во всем его повторяет, иллюстрирует то, как Кейн работает со своими историческими прототипами. Нам не стоит искать у Кея дословного воспроизведения, будь то исторических событий или каких-то исторических личностей. Да, Кей вдохновляется определенными деталями. Он берет их, но собирает из них собственную мозаику, которая не на сто процентов отражает исторический процесс. Разумеется, у меня возник вопрос, а есть ли какой-то образ, прообраз у Аммара? Может быть, в образе Аммара есть черты образа поэта Ибн Зайдуна, поэта 11 века. Ибн Зайдун был изгнан из Кордовы, где он служил визирем, тамошнему правителю, и то ли у него были политические интриги против правителя, то ли его подозревали в том, что он что-то такое планировал, но в любом случае он был изгнан, был приглашен сивильским правителем, и уже там стал наставником сына правителя Сивилии. Наставник, политические интриги, это все как-то мне напоминает судьбу Аммара. В общем, у меня есть некоторые подозрения, но я не могу никак их аргументировать, чтобы прям точно сказать «Да, Кей создавал образ этого персонажа, основываясь на вот этом, вот этом, вот этом». Пока только подозрения. Может быть, вообще ничего не было, и это такой сборный образ из разных образов и знаний, которые у Кея есть касательно арабской культуры Пиренейского полуострова. Сто процентов целевому читателю Кея европейская литература, а именно песня о Майом Сиде, должна быть гораздо лучше знакома, чем любая арабская или андалузская поэзия и литература. Поговорим теперь обо всех морях мира. Здесь главные герои не лекари и не художники, а два купца. Один из них Кендат Рафаэл и Рафаэл бен Натан, чья семья была изгнана из Испирании за исповедание веры Кендатов, и Ления Сирана, девушка-джадидка, которая в детстве была похищена и воспитана в качестве служанки и сексуальной рабыни в доме одного знатного шарита. Обстоятельства складываются таким образом, что Ления, тогда ее звали Надей, находит возможность вернуть себе свободу. И к началу повествования они с Рафаэлом являются полноправными торговыми партнерами. Чтобы не вдаваться в подробности сюжета, я обтекаемо скажу, что они вначале берут довольно сложный и деликатный заказ, который нужно выполнить на южном побережье Срединного моря в Абеневине. Та каша, которую они заваривают в Абеневине, становится отправной точкой. Именно с этого момента начинают закручиваться большие политические события, и герои становятся невольными свидетелями или даже соучастниками. Для меня в этом романе самым главным стал путь героини. У меня нет иллюзий, будто Рафаэл и Ления являются равноправными главными героями. Нет, конечно же, Ления у нас здесь главный герой, а Рафаэл так, немножко пониже ранга. Опыт похищения, несвободы и сексуальной эксплуатации наносят Лении ужасную травму. И эта травма приводит к глубокому страху. Ей страшно вернуть собственное имя, ей страшно попытаться вернуть саму себя, ей страшно попытаться найти членов собственной семьи. Весь роман это путь героини к собственной свободе. Сначала к физической, затем к финансовой, затем к сексуальной, и затем, наконец, к ментальной. Окончательно она освобождается только тогда, когда травма прошлого перестает влиять на ее настоящее. Я очень горжусь Ленией и тем путем, которое она прошла. Вообще, надо сказать, что в этом романе Кей уделил большое внимание женщинам. Тому, какие роли они могли играть вот на этом пороге позднего средневековья и раннего нового времени. Ления у нас купчиха, точнее, не жена купца, а вот сама купец, и, конечно же, воительница. У нас есть вдова Раина Видал, которая после смерти мужа приняла на себя управление его торговыми делами, и она считается королевой кендатов, потому что она очень умело ведет эти дела и является очень влиятельной женщиной, которая вхожа во всякие важные аристократические дома. У нас есть Гаэль, не буду, наверное, вдаваться в подробности, но она борется за свою свободу и тверда в том, чтобы ее отстаивать. У нас есть Катерина Рипполи, супруга великого полководца Фолька до Корси, которого она вымуштровала и влюбила в себя так, что он просто ходит по струночке. Вообще, в образе Фолька и в образе Родриго очень много общего, и это такой типаж, который, я так подозреваю, кочует у Кея из книги в книгу, но я только за, потому что мне такие харизматичные властные лидеры очень нравится. Еще про женщин у нас в романе появляется такой очень далекий образ Елены, великой целительницы, которая некогда входила в отряд Фолька, и о ее судьбе мы узнаем из двух книг «Дети земли и небо» и «Блеск минувших дней». Про них и про их связь со всеми морями мира скажу чуть позже. В пути героини, показанном в романе, кроются как сильные, так и слабые стороны этой истории. Фон 15 века это бесконечные войны, грабежи, пиратство, насилие. В общем, жить в этом мире было, мягко говоря, неприятно и опасно. При этом вокруг линии как будто бы есть такой спасительный кокон, который защищает ее от всякого разного зла, и в котором она совершенно спокойно прорабатывает собственную травму, ничем извне, как будто бы нетревожимая. И проработка травмы происходит при терпеливой поддержке Рафала, Фолька, еще одного итальянского друга, который здесь появляется, тоже персонаж важный для блеска минувших дней. Все вокруг максимально поддерживают линию. И это круто, но с точки зрения конфликта и развития истории у меня есть несколько вопросиков к тому, что действительно ли это самый эффективный способ построения конфликта и истории. Но здесь следует сделать оговорку. Вполне может быть, что кокон вокруг линии вовсе не метафорический, потому что наша героиня оказывается связана с какими-то сверхъестественными силами. Во всех морях мира с главной героиней происходят некоторые вещи, некоторые события, которые невозможно объяснить рациональным образом. У линии образуется уникальная ментальная связь с девочкой Леорой из Батиары. Леора не только предупреждает Лению об опасности, но и выступает посредником, советчиком в очень критичной ситуации для главных героев. Что это за связь? Каково ее происхождение? Почему именно Ления становится носительницей этой связи? У нас нет ответов. У героев нет ответов, у нас нет ответов. Я надеюсь, что они есть у автора. Для Кея не совсем обычно вводить в историю нечто такое сверхъестественное. Здесь надо сказать, что для него важно такое мистическое религиозное переживание. И у разных героев в разных книгах это все происходит разным образом, но это происходит. При этом прикосновение к потустороннему, к религиозному, оно наиболее конкретно проявляется, когда герой сталкивается с чем-то языческим, с, ну, может, не духами леса, но вот с чем-то, что происходит из самой древней магии. То есть, это не большие религии, а что-то, что существовало до них. И еще один эпизод с таким прикосновением к языческому чему-то, к чему-то волшебному, языческому, здесь тоже имеет место. Ментальная связь Лени и Леоры это что-то, скорее, выходящее за рамки привычного, волшебного в мирах Гая и Гавриллакея. Интересно, что мистическая составляющая, или какая-то сверхъестественная составляющая, она появляется скорее в поздних романах, потому что во львах Аль-Рассана особо ничего подобного не было. Здесь все герои максимально стоят на земле, все максимально рациональны. Но здесь, во львах Аль-Рассана, есть потрясающая сцена ночного карнавала. Ночь. Все в масках. Это создает интригу. Вино. Сексуальная свобода. В рамках карнавальной культуры все запретное становится позволенным. И вот эта стихия необузданности, эмоций, страсти захватывает всех участников так, как она охватывала минат сопровождавших Диониса. То есть в этом всем есть вот это вот дионисийское, необузданное, полностью чувственное начало. Карнавал и карнавальная культура предполагает определенное экстатическое переживание, которое, мне кажется, зачастую граничит с каким-то мистическим переживанием. Икею невероятно хорошо удалось это все передать в тексте. Я не случайно ставлю экстатическое переживание в один ряд с мистическими переживаниями, связанные с религией у других героев, потому что для меня и то, и другое является этаким выходом за пределы мира, данного нам в ощущениях, и это возможность прикоснуться к чему-то большему. Укея это никогда не имеет конкретного какого-то воплощения. За исключением трилогии Габелена Фьонавара, конечно. И вот это прикосновение к чему-то большему, это что-то такое неуловимое, что очень часто встречается укея в романах. А сцена карнавала просто невероятная. Если говорить о динамике метода и фиксировать основные различия между львами Аль-Рассана и всеми морями мира, то что можно выделить? Во-первых, это повествование. Вообще, большинство романов Кея написаны обычным повествовательным языком, без каких-либо особых изысков. Время от времени у нас появляются лирические размышления о текучести времени, о вере или о вечном. Иногда автор позволяет себе вознестись над героями и вместе с читателями окинуть весь мир таким взглядом сверху. Но в остальном это обычное фэнтезийное повествование, ну пусть с некоторым большим вниманием к рефлексии героев и к осмыслению ими своих собственных чувств и эмоций. И вот на этом фоне во всех морях мира очень бросается в глаза некоторая стилистическая особенность. С одной стороны всеведущий автор, а окей он всегда всеведущий, принимает на себя роль некого сказителя, который повествует нам о событиях, которые произошли. Это достигается с помощью некоторой ажурности текста, некоторой избыточности и как будто даже формульности, которая характерна для устных преданий. С другой стороны, этот всеведущий повествователь как будто бы злоупотребляет своим собственным всеведением. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вообще, романы Кея всегда населены множеством второстепенных или периферийных героев. Их присутствие в истории является частью историосовского представления Кея о мире, в том числе о своем. Мир и история, и движение истории складывается из действий множества людей. И когда кто-то где-то далеко принимает какое-то решение, оно может неожиданным образом повлиять на нас здесь и сейчас. Внимание к периферийным персонажам это способ, который позволяет Кею показать события с разных сторон глазами разных людей. Иногда эта множественность персонажей путает читателя, потому что их просто очень много и всех сложно запомнить. И для этого в начале каждого романа помещается список героев, которые имеют действие, чтобы читатель всегда мог свериться и уточнить, если вдруг он что-то забыл. Во всех морях мира периферийным персонажам уделяется еще больше внимания, чем в любом романе до этого. Мне кажется, что это отражает интерес персонажа к людям, которые жили в ту эпоху, которую он таким вот творческим образом исследует. То есть ему неинтересно писать только про главных героев, ему интересно посмотреть, как вообще люди жили в эпоху, про которую он пишет. Некоторые периферийные истории нам оказываются важны именно для того, чтобы увидеть мир во всем его многообразии. Да, во всех морях мира 15 век это мир насилия и жестокости. И это очень хорошо, иллюстрируется судьбой юного Альфази и тем, что с ним произошло. Поэтому вроде как избыточно, но вроде как все равно служит определенным целям, которые перед собой ставит автор. А цель его заключается в том, чтобы показать, что если ты маленький человек, то есть безвластный, или женщина, или ребенок, или юноша, у тебя нет возможности защитить себя в этом страшном мире, где властвует насилие. И второй критерий, по которому мне хочется сравнить два романа, это то, как автор обращается с хронологией повествования. Вообще, раз мы заговорили о времени у Кея, надо сказать, что для него тема времени очень-очень важна. Он очень много внимания уделяет вот этой текучести, изменчивости времени, неумолимости течения времени, очень много внимания он уделяет памяти и забвению, потому что время идет, деяния и люди, память о них стирается, и многие персонажи одержимы идеей создать что-то, что сохранит память о них для будущего. Это все очень важные мотивы. Кроме того, Кей очень умело заставляет читателя почувствовать связанность времен, связанность прошлого, настоящего и будущего. Очень важной связующей осью является Сарантий, то есть Константинополь или Византия, если мы говорим про античные времена, потому что Сарантий это действующий персонаж в диалоге Сарантийская мозаика, и одновременно его падение является таким важным символом, который определяет действие множества героев в других книгах. То есть это такая ось, вокруг которой крутится время и те истории, которые сочиняет Кей. Внутри текста у нас может быть множество отсылок к событиям, которые в прошлом происходили на этом месте. Например, Дети земли и неба, у них там есть жирная отсылка к сарантийской мозаике, а все моря мира очень тесно связаны как раз с блеском минувших дней и с детьми земли и неба. Соответственно, внутри текста у нас есть отсылочки для знающих. Но еще один способ вольного обращения с хронологией у Кей заключается в том, что он зачастую, рассказывая, рассказывая, рассказывая в книге, вдруг сообщает какую-то информацию, которая относится к далекому будущему, вообще не имея отношения к сюжету. Пример невинного использования этого метода мы встречаем в «Львах Аль-Рассана», где на одной из первых страниц автор коротко излагает все содержание книги. «То был день, который лекарю Джиане Бет-Исхак запомнится на всю жизнь по иным причинам, нежели ее согражданам из этого гордого города, известного своей непокорностью. В тот день она потеряла свой флакон для мочи и еще навсегда потеряла свое сердце». Когда ты только начинаешь читать книгу, ты не обращаешь внимание на эту фразу, потому что она ничего тебе не сообщает. Но когда ты прочитал книгу и возвращаешься к этой фразе, ты понимаешь, что вот Кей тебе поставил эту пасхалочку, которую ты просто не мог понять, потому что книгу еще не прочел. Здесь у нас возлагает содержание первой главы, причина событий, которые произошли в первой главе, и мне кажется, что здесь есть даже огромные спойлеры вообще к тому, чем история закончится. Как я уже сказала, это невинная игра со временем. Так, легонечко забегаешь вперед, но читателя это никак не триггерит, потому что он просто не понимает, что ему сейчас жирно намекнули. Во всех морях мира этот прием доходит до какого-то максимума. Например, мы можем читать о мирном вечере какого-нибудь правителя, который там в Северной Африке, в Маджорите, нежится, наслаждается приятным вечером, приятным вином и так далее, и так далее. И труд автора нам заявляет, что этой ночью этот правитель не умрет, а умрет он через много лет, похожим вечером, например, от руки некой женщины. И ты сидишь такой. Зачем мне эта информация? Разумеется, в этом нет сюжетной роли, потому что, ну, для сюжета это не так важно, потому что у нас события развиваются сейчас, а здесь речь про какое-то отдаленное будущее. Но это довольно бодрящий прием, потому что он заставляет нас вспомнить о бренности бытия. Так сказать, мементомори. Кей любит читателей напоминать о таких вещах. Самый вольный случай вольного обращения с хронологией повествования, на мой взгляд, следующий. Здесь у нас происходит некое напряженное событие, к которому мы на протяжении многих страниц готовились. И вот, вот, вот сейчас уже должна наступить кульминация, страсти читателя должны очиститься, то есть должен наступить катарсис, но Кей резко прерывает повествование, переносит нас в будущее, и мы следим за героем, который рефлексирует о событиях, которые произошли в прошлом. Для нас они происходили вот только что сейчас, а для героя они произошли уже какое-то время назад. Что это вообще было? Меня это оставило в глубоком недоумении, в частности, потому что не были очищенные страсти, как они должны быть очищены по Аристотелю. С другой стороны, я понимаю, что во время вот этой кульминации этого важного события произошло кое-что, что герой никак не мог понять в процессе. И чтобы рассказать об этом опыте, нужно немножко от него дистанцироваться. Это можно сделать, только если герой думает про произошедшее уже после. Можно спорить, насколько это эффективный, успешный, удачный прием, но как факт, да, Кей позволяет себе так вольно обращаться с повествованием. В любом случае, мне кажется, что это развитие тех приемов, которые в самом невиданном виде возникают еще в ранних романах, и вот уже к позднему этапу творчества, они приобретают вот такой вот масштаб и какую-то, не знаю, может быть, смелость, потому что раньше Кей явно не позволял себе настолько вольно обращаться со временем. Оставляем это на его совести. Итак, раз я начала ругать Ке за вольное обращение с хронологией повествования, надо все-таки честно сказать, какие вещи могут потенциальных читателей в Ке оттолкнуть. Я не буду касаться субъективных вещей, например, ощущения от стиля, от качества перевода, от симпатии или антипатии к персонажам или от эмоциональной вовлеченности. Я постараюсь сказать про какие-то объективные характеристики, которые для кого-то могут стать красными флажками. Во-первых, несмотря на обилие исторических политических аллюзий, которые сами по себе могут кого-то оттолкнуть от чтения, Кей все-таки не уделяет большого внимания политическим интригам. То есть, он занимает странную позицию, на которой он оттолкнет тех, кому неинтересны все эти политические подробности, а с другой стороны, для тех, кто любит его может оказаться этих подробностей недостаточно. В романах Кея очень важно следить за тем, кто с кем воюет, кто с кем дружат, какие вообще геополитические всякие интересы, но гораздо больше читатель читает про внутренние какие-то переживания разных персонажей. Они там вспоминают свое прошлое, они боятся за будущее, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Кстати, у героя, у Кея очень любят ходить ночами. Вообще, вот это ночное блуждание по городу и какое-то особое переживание чего-то во время этих прогулок, это тоже такая тема, которая у Кея постоянно появляется. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что здесь много географических политических отсылок, но при этом еще очень много погружения внутрь головы героев. Во-вторых, Кей очень часто меняет фокальных персонажей. То есть, читатель может спокойно закончить главу. Там, до этого несколько глав шло про одних персонажей, он открывает следующую главу, а там вообще непонятно про кого и вообще непонятно, где это находится, появляется какое-то новое географическое название, обязательно нужно лезть в карту, чтобы вообще понять, где это находится. Да, для Кея это характерно. Разумеется, ты начинаешь читать про этого нового персонажа, ты весь абсолютно потерян и не знаешь вообще, как к этому относиться, Кей тебе все объяснит и со временем все станет понятно. Просто этот момент, когда ты в середине книги вдруг обнаруживаешь какую-то абсолютно новую информацию, в которой тебе нужно сориентироваться, это мягко говоря бодрит. Читателю романов Кея предстоит следить за множеством персонажей, некоторые из которых могут очень кратко появляться, но чьи имена потом все равно будут упоминаться и вам нужно будет их запомнить, но этих имен так много, что их сложно запомнить. Да, это все вызовы, с которыми нам, читателям Кея, приходится сталкиваться и я вас о них предупреждаю. Наконец, в-третьих, легко можно поймать ощущение, что текст затянут, что вот эти эпизоды лишние, что знание вот об этих персонажах нам ничего не дает для истории, вообще можно было без них обойтись, что все можно было написать лучше, короче, компактнее и так далее, и так далее. Я честно скажу, что я сама ловила вот это ощущение, наверное, со всеми романами, кроме диалоги Сарантийская мозаика, и да, Кею нечто подобное свойственно. В ролике я постаралась показать, что вещи, которые кажутся сюжетно незначимыми, они значимы для автора по другим причинам. Я хорошо понимаю, что каким-то читателям, как мне, это будет нравиться, каким-то другим читателям это может не понравиться, я постаралась максимально честно про это сказать. Мне все эти минусы не мешают любить Кея, а вы теперь вооружены, потому что предостережены. Есть такое причастие вообще предостережены. С какого же текста начать знакомство с Гаем Гевриелом Кеем? Один англоязычный блогер, пост которого я читала для подготовки к этому ролику, он советует начинать с романа Тигана. Ну, естественно, это первый текст после Габелена Фьона Вара, это отправная точка для творчества автора, но на мой взгляд Тигана это не самый сильный роман автора. И я честно скажу, что если бы я прочитала Тигану первой, а не после того, как у меня уже было прочитано три других книги автора, я бы вообще не факт, что вернулась бы к Кею и продолжила бы его читать. На мой вкус, Тигана далеко не самый сильный роман. Если вас очень заинтриговала история про вот эту провинцию, про которую все забыли, то попробуйте, попробуйте начать с этого романа. Ну, мне кажется, что это очень большой риск. Я сама начала знакомство с Кеем с диалогией Сарантийская мозаика, плавание в Сарантии и Повелители императоров. Я рассказывала, по-моему, в ролике с отчетом о фэнтезийном марафоне, это был какой-то седой двадцатый год ковидный. И я, честно говоря, уже не помню, что я рассказывала, но у вас есть возможность пойти и посмотреть, что я говорила в ролике про Сарантийскую мозаику. Но пока Сарантийской мозаики нету на рынке. То есть фанзон ее пока не переиздал. Я надеюсь, что не переиздадут. Как только переиздадут, я буду первой, кто перечитает. Но если мы должны выбирать из тех романов, которые сейчас есть в продаже, то я бы не советовала начинать со всех морей мира. Почему? Этот роман может читаться самостоятельно. Я его читала отдельно от других текстов. Но по факту эта история очень тесно связана с блеском минувших дней и с детьми земли и неба. Здесь вы видите, кстати, еще старое издание Кея, которое в СТ выходило до того, как фанзон стал переиздавать. Любопытно, что я читала «Детей земли и неба», наверное, в 21-м году. И к моменту, когда я сейчас в январе начала читать «Все моря мира», я уже просто ничего не помнила о том, о чем шла речь здесь. И я поняла, что те герои, которые играют важную роль во всех морях мира, они являются главными героями в блеске минувших дней. Поэтому я явно в ближайшее время блеск минувших дней буду читать. В общем, все эти три книги не являются прям непосредственно трилогией, но они друг с другом связаны именно из-за времени действия и из-за персонажей, которые принимают участие в действии. Но я бы не советовала начинать со всех морей мира не потому, что она связана еще с двумя другими книгами, но потому, что «Все моря мира» — это текст, который лучше раскроется человеку, кто уже читал что-то другое у Гая Гавриллакея. Это может быть не что-то из этих двух романов, может быть, что-то совсем другое, но все-таки лучше «Все моря мира» оставить на более позднее знакомство, мне так кажется. Единственное исключение, если вы хотите почитать про путь героини по обретению свободы, то да, то есть если это ваше книжное «да», то «Все моря мира» конечно же ваше обязательное чтение. И надо сказать, что «Львы Алира Сана» с моей точки зрения это идеальная отправная точка, с которой можно сейчас начать знакомство с творчеством автора. Это первый текст, который был создан в рамках «Мира Джада», и он лишен любых отсылок к другим текстам, которые характерны для всех «Марии мира», например. Соответственно, здесь порог вхождения гораздо ниже. История герметична, она самодостаточна, и она имеет связи с разными текстами в культуре, как с песней о моем сиде, например, но не с другими романами автора. Одновременно с этим роман является плодом труда уже опытного писателя, то есть это шестая книга, которую написал Кей. Очевидно, что он уже набил руку. Здесь уже находятся все те элементы, которые являются характерными как для «Мира Джада», так и для творческого метода Гая Гаврила Кея. Соответственно, львы Аль Рассаны такая квинтэссенция всего кеевского, что только есть. При этом, вот здесь будет такая осторожная фраза, все «Мария Мира» написаны уже пожилым автором, автором, который находится в осенней поре своей жизни, может быть, даже поздней осенью своей жизни. И львы Аль Рассана гораздо более живые, гораздо более страстные, наполненные каким-то таким вот юношеским, ну, может, не юношеским, но молодым задором. Все «Мария Мира» уже более такие созерцательные, приобщающие к мудрости, что ли. Для меня львы Аль Рассана ассоциируются с каким-то таким пламенем живым и яростно горящим, а все «Мария Мира» наоборот, с такой спокойной водой. Это видно, кстати, в оформлении обложек тоже, какое-то такое настроение, которое характерно для обеих книг. Поэтому моя рекомендация попробуйте «Львов Аль Рассана». На этом будем заканчивать. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить лайк и, может быть, поделиться своим мнением в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Я надеюсь, что я убедила тех, кто еще сомневался читать «Кей» или нет, что следует попробовать и составить собственное впечатление, потому что это очень интересный автор и он заслуживает внимания читателей. со мной. Мы с вами встретимся через две недели. До скорейших встреч в Валет и Амике!